Приветствую вас! Ну, первый вопрос, который напрашивается, честно говоря, невольно, когда я читал ваш текст, вот, это вопрос о том, а нужно ли возвращать такого мужчину, который вот так к вам относится, и самое главное, что будет, если вы его вернете. Ну, то есть, это не риторический вопрос, это вопрос, надо сказать, прям вот, как говорится, не бросим глаз, к тому, как вы изначально, когда жили раздельно, встречались с ним только для секса, потому что вы говорите, и сейчас, в момент, когда они стали здесь вместе, ну, не особо, не особо эта ситуация изменилась, откровенно скажем. Вот, и, соответственно, прежде чем, прежде чем говорить, прежде чем говорить о том, чтобы его вернуться, да, прежде чем говорить об этом, давайте поговорим о том, что мотивирует вас быть человеком, который столь откровенно вас не ценит, как вы сами говорите, что он все время за компом, вы чувствуете себя рабиней, служанкой и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуацию нужно рассматривать именно, ну, вот, с такой позиции. С той точки зрения, что для мужчины, судя по тому, что вы говорите, особо-то, в общем, ничего не меняется. Сейчас. Ну, особо ничего не меняется с каждым вашим расставанием и схождением. И для вас, сегодня, ничего не меняется. Вот. Если это происходит вновь и вновь, да, то, соответственно, есть некие, такие системные проблемы, системные, которые нужно решать. И это вопрос, в первую очередь, вашей, на мой взгляд, самооценки. Это вопрос, в первую очередь, того, насколько вы себя цените, насколько вы себя любите, насколько вы способны быть без своего мужчины, насколько вы можете, ну, обходиться без человека. Вот. И, соответственно, речь идёт, именно о том, чтобы вы создали благоприятную среду для того, чтобы мужчина хотел возвращаться. То есть, да. 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 Человека можно вернуть. Да. Но. Ну, чтобы он не хотел вернуть. Ну, нужно, чтобы он этого захотел. А. Куда. Простите. Человек. Вернётся. Куда человек, ну, куда человек, точнее, 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 Кхм. Точнее, куда человек, человек вернётся. Куда. Если. То, что вы ему предлагаете, это, по сути, отношение, такое вот. Ну, к себе, да, вот, у вас отношение к себе, как будто вы рабы. Да. Ну, как вы сами говорите. А. Ну, куда возвращаться. Поэтому, в первую очередь, это вопрос именно того, почему вы так сильно нуждаетесь в своём мужчине. Вот, вопрос в этом. И. Это вопрос о том, э, для чего вам его возвращать. Объективно. Объективно. Что-то вы его хотите вернуть. Да. там, ну, грубо говоря, что бы что. Вот это, наверное, такой ключевой, ключевой момент. Что бы что, вы хотите его вернуть, что бы что. Далее. Что касается критики, то, что вы болезненно реагируете на критику свою, здесь речь идёт исключительно о том, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. То есть вот с этой точки зрения, да, вот именно с этой позиции, речь идёт о том, что вы просто себя не принимаете. На, ну, грубо говоря, на 100%. Вы себя не принимаете, вы не способны себя принять и не выработали, вы не выработали отношение к себе такого вот адекватно. Понимаете? Какая штука. То есть это вот вопрос такой. Ну, рекомендуется, конечно, в большей степени работать со своими чувствами, вам, то есть вот именно с чувствами работать, именно с ощущениями вашими. Вот. И, соответственно, учиться их реализовывать, да, учиться их выражать адекватно. И, соответственно, дальше будет лучше. Вот. Дальше будет лучше. Вот, в принципе, такая история. Ну, что я могу вам сказать, по крайней мере. Исходя из того, что вы пишете. Ваши отношения очень сильно похожи на созависимые. Вот. Очень сильно ваши отношения похожи на созависимые. Похоже на то, что вы созависимый партнер, к сожалению, большому моему. Вот. Но с этим можно работать. Затем можно работать. Это можно корректировать. Это можно реализовывать. И тогда все у вас будет хорошо. Самое главное, конечно, это разгрузка смысла, который вы вкладываете в своего мужчину. Это именно разгрузка. Это именно снижение смысла, снижение значения, возвращение для вас, мужчины. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. То есть ты правильно разобраться в себе, да, определить, как вы хотите заниматься в отношениях с мужчиной, для чего он мужчина, какие чувства вы испытываете к мужчине. Вот. А после этого уже будет более-менее ясно, как и что вам делать. Конкретно. 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 Конкретно, как и что вам делать. Как и что вам конкретно хочется делать. Вот. Это то, что на данный момент я могу вам вставать. Это я могу на данный момент вам вставать. Вот. Больше я, к сожалению, не могу больше сказать. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Такая вот история. Я надеюсь, что он помог вам. Если, если у вас, если у вас, если у вас, если у вас дополнительные вопросы, вы можете задать их личку, личку мне. Я буду рад помочь вам. Я, со своей стороны, надеюсь, надеюсь, что если вы, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Разрешите, а самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...